Субтитры создавал DimaTorzok Начнем с того, что до 16 лет я не знала ни одной русской песни вообще. С ними я познакомилась в хозже в зрелом возрасте, уже когда работала в караоке. Я очень фанатела по Бриби Спирс. Я мечтала не то чтобы так же петь или танцевать, но мне просто хотелось тоже вот так же, как она делает то, что она делает. Просто как-то мне это было очень близко. Сейчас, конечно, я не ее фанатка. На тот момент для меня она была просто идеальна. Она умела и петь, и танцевать вместе. Это было так круто. Обычно же просто люди выходят и поют. А мне прям было так интересно смотреть, как она все это... Я прям мечтала, не знаю, спеть и ее песни, станцевать ту же хореографию. Как-то раз мне даже получилось. А сейчас я как-то по-другому, наверное, это смотреть начала. По мне, наверное, нет какой-то фанатской жилки. Может быть, с изменением Бриби Спирс как-то и она умерла. Я не знаю. Но я очень люблю все равно всех западных исполнителей. Начиная с Beyonce, Ariana, J.C.J. Обожаю. Christina Geller вообще вне конкуренции. Голосище такой уморочный. Просто если всех их перечислять, это достаточно долго будет. Но нету какого-то одного артиста, прям одного единственного женщины, я имею в виду, на которого я по прям... не знаю. Я помню, раньше у меня в комнате вообще живого места не было. У меня были обои из постеров Бриби Спирс. Любимый канал MTV. И еще выходил журнал. Все звезды назывался журнал. И там всегда посередине были такие большие постеры. И вот я постоянно покупала этот журнал, доставалась эти постеры, клеила себя. То есть реально живого места в комнате не было. Просто только вот эти постеры, только везде одобряки. Ну иногда Кристина Гелера и там где-то случайно появилась Наталья Орейро в классе, наверное, в седьмом. Но ненадолго. Самый легкий, наверное, будет вопрос. Я правда не умею кататься на велосипеде. Научите, пожалуйста. У меня никогда не было велосипеда. А еще, кстати, между прочим, меня муж вот в Сачах обещал за 6 дней научить кататься и уехал в Казань. Это как часть вообще жизни, я не знаю. Я не знаю. Бывает, конечно, периоды, когда тебе вообще ничего не хочется, когда ты настолько прям просто абстрагирована всего. Но в нормальном, когда нормальное я, это вот просто как часть жизни. Просто без этого не можешь. Тут не надо находить мотивацию. То есть просто... Ну как зубы почистить, я не знаю. Ну я, например, себя плохо чувствую, если я забрасываю тренеров, когда бывает перелеты, там, сложно или заболела, или что-то. Я начинаю себя плохо чувствовать. Я начинаю открыть поясницу. И, в принципе, общее такое состояние не очень. Поэтому... Тут даже вообще без вариантов. Ну я закончила художественную школу. Я ходила на гобелен. Вы вообще знаете, что такое гобелен? Да, представляете, ковры ткала. Ой, ну не знаю. Ну, честно говоря, я вообще детстве много чем занималась. Так даже не вспомню. Но из самого такого смешного это был гобелен. А еще резьба по дереву. Резьба по дереву. Еще гжель. Это, знаете, когда посуду расписывают в таком синем узором. Ну это, наверное, к художественной школе больше относится, да, чем... Ну вот. Да. 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 Вы знаете, мы абсолютно разные. И в тот же момент мы очень похожи. Ну не знаю, как это объяснить. Так, наверное, редко бывает. Мы как бы оба и спокойные, и оба вспыльчивые. То есть зависит от ситуации. Он более сдержанный, чем я. Он скорее в своей компании может себе немножко волю дать. А я могу как бы и на людей. Я еще немного смеюсь, в отличие от него. У нас есть директор, Нилан Левчурин. Который... Который расписывает нам партии. Сейчас у нас появилась к нам еще одна новая девочка. Она, я думаю, этим займет. Вот. У нас есть программа специальная на айфоне. В смысле вообще на приложение специальное, где... Куда мы все это заливаем. И... Можем слушать отдельно свою партию. Отдельно Димаша. Без Димаша. Без музыки. С музыкой. То есть... Какое-то время мы просто ходим и слушаем. А потом уже просто начинается репетит. Скажем так, чтобы не вдаваться подробностям. Потом мы уже вместе собираемся. Будем перед концертом. И... Репетируем. Честно, это вообще очень весело. Но... Уже как бы с опытом мы... Мы выбираем что слышать. То есть мы оставляем себе какие-то конкретные... Конкретные инструменты. Очень мне смешно. Я просто вспомнила Мотковский концерт. Это вообще было очень весело. То есть там я слышала и руководителя группы. Слышала режиссеров. Ну... Такие вещи нам нельзя рассказывать. Ха-ха-ха-ха. 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 Я отвечу на вопрос, который вы задали. Мы слышали только те инструменты, которые нам надо. И ничего лишнего. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. 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 Ха-ха. 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 Хм... Не знаю, как ответить на первая вот... В начале вот в первую часть вопроса. Как решили. Я честно говоря, даже не в курсе как решили. Мне просто сказали Ты поешь и все. То есть там... У меня не возникло вопросов а почему там, и кто решил. Просто в концерте есть определенные паузы, которые режиссер... По-моему, Коля, наш режиссер, все решил. Но, честно, я не помню. Паузы, где Димашу нужно время передохнуть переодеться... По-моему, было четыре такие паузы, и вот одна из них была моя уже, наконец. Плюс мы как бы приурочили это... Это был как интерактив, скорее, чем мой сольный номер. На экранах, я не знаю, если вы помните, были логотипы всех комп-клубов. И мы попытались что-то танцевать даже вместе. И даже спеть. Страшно было даже на репетиции, если честно. Вы представляете, никого нет. То есть стоит только своя команда. У нас уже было три генеральных прогона. Страшно было даже тогда. Потому что, ну, я не знаю, я не могу сказать, что я новичок в этой, скажем так, профессии. Это для меня всё не впервые. Но я не знаю... Вообще-то, если честно, это каждый раз у меня происходит. То есть не обязательно, там, сорок тысяч пар глаз, или это две тысячи пар глаз, или это десять человек. Ну, всё равно ты выходишь, и тебе страшно, что ты не оправдаешь надежд, или что-то с техникой помет не так, или... Ну, очень много форс-мажорных ситуаций бывает. Причём я частенько попадала в такие ситуации не очень красивые. Вот. И, конечно, да, это очень страшно. Но, как сказала Лолита на творческом вечере и Энжели Кеварум, никто ещё не придумал лекарства от этого, от этой вот, этой дрожи. Как бы мы не пили успокоительные, это всё равно не помогает. Но чуть-чуть меня спасло то, что... Если помните, у меня были другие косы. У меня были синие косы. Они были намного тяжелее, чем эти. И это был первый раз, когда я завязала хвост. И это было очень больно. То есть это настолько... Я весь день ещё с этим хвостом ходила. Это была жуткая головная боль, от которой не проходила ни от одной таблетки. То есть... Плюс ещё к тому, я выходила на разогреве, мне повесили бодипак на шею сзади, потому что больше некуда было, у меня был слитный комбинезон. Вот. И антенны от бодипаков пились мне сзади вот в это во всё. То есть пока я танцевала, мне там... Короче, мне там ещё... Травмировала себе, короче, голову. Вот. И немножко, наверное, вот эта боль, она чуть-чуть отвлекла меня от этого трясущей семья. Вот. Но как только я вышла, как только я сказала первые там пару раз, и уже начала петь, и как-то всё прошло. Я уже не помню, что... Я точно не волновалась. То есть я просто вышла и сделала то, что должна была сделать. И ещё очень спасает то, что когда есть отдача от публики. То есть если бы они все молча просто сложив руки вот так вот на меня смотрели, конечно, было бы намного тяжелее. А когда люди смотрят на тебя, улыбаются, там, ты говоришь, махни влево, они влево махают, а ты говоришь вправо, а не вправо. Это очень круто. Представляете, 40 тысяч человек. Left, right, left. И я такая, о боже, неожели со мной происходит. Ну, исполнять свои песни самой, как-то это уже норма, как бы. Ну, как бы нормально, типа. Но когда да, когда Димаш поёт твою песню... Честно, я вообще... Мы когда записываем треки, я всегда прошу его помочь мне поимпровизировать. То есть во многих моих песнях есть его импровизация. То есть он просто слушает трек, напевает мне. У меня даже есть иностранство голоса. Если я имею возможность, я всегда прям пытаюсь там попросить его, можно, пожалуйста, вот так послушать. Вот. Поэтому, конечно, когда он поёт то, что я написала, это вообще... Какое есть слово круче слово круто? Я не знаю. Ну, тут всё просто. Если есть музыка, то слова. Всегда музыка. Да, всегда сначала музыка. Это сейчас вообще будет клёвая история. Началась она с того, что когда мы только уже собрались с ребятами, примерно появилась какая-то идея клипа. Ярлан всегда всем рассказывает, самый, говорит, обидный был момент, когда... О, сейчас. Самая, говорит, обидный был момент, когда она сказала, что нам нужен красивый парень для роли моего парня. А я, говорит, постригся. Побрился. И мы, вначале, хотели найти парню танцора, чтобы, помимо того, там есть пара танцевальных моментов с девочками, то есть помимо с девочками, чтобы вот этот парень, который со мной едет, чтобы он ещё и ей что-то танцевать мог. Ну, это оказалось достаточно сложно в Стане. Вот. Не буду говорить, почему. Это неинтересно. Вот. А про Айсу мы вообще забыли. И тут мне Ярлан говорит, а чё ты Айсу не предложишь? И у меня здесь просто... У меня как, не знаю, солнечный удар просто глобанул. А почему я вообще про него забыла? Он же у нас такой фактурный, он такой у нас красавчик, как бы, да? И он сам по себе тоже артист. Артист, актёр, певец, там, разница вообще, то есть... И самое, что интересно, он в клипе играл себя. То есть, реально, он... Он реально в жизни вот такой. Текст фильма Как бы, да? Там песня о том, что парень такой весь на приколах, постоянно как-то подшучивает изо мной, да? То есть, вот, вот нежности не особо проявляет. И я на него за это обижаюсь. И вот, как бы он реально вот такой... Ха-ха-ха, там чё, давай, иди сюда. Реально вот, сам по себе такой человек, то есть, ему не нужно было что-то там придумать, вы думать, ему просто нужно было быть собой. Поэтому как бы я даже не представляю вообще, кто бы мог на его месте быть, потому что, ну реально, только он и все. И, кстати, самое что интересно, просто вы все знали, что мы все вместе, что мы там тружим. У никого не возникло мысли вот этих дурацких, да, типа, о, у них там между ними что-то есть. А еще прикольно было. Последний кадр в Крипе, когда якобы он исчез, потом я его ищу, и вот он появляется. И последний кадр, как бы, там, типа, неж... единственный момент где-то тут нежность и обнимашки. Он, наверное, раза три снимал, и ему неудобно было меня обнять, потому что... Рядом за деревом стоял Ерман. Ой, мама... Не вспоминаю, конечно, как смешно вспоминать, но тогда это было вообще не смешно. Он стоял просто смотрел. Но у Аси было все равно неудобно, что как бы он... И если посмотреть... там же замедленная, получается, съемка в конце. Если посмотреть просто обычную съемку, то мы тупо подходим друг к другу и начинаем ржать. А из-за того, что съемка замедленная, так получается, что как будто бы мы приобнялись, я такая улыбнулась. И просто... ну... Тоже съемки клипа, это, конечно, очень весело. Это... не знаю... Хочу еще. Еще хочу. Еще хочу. Еще хочу! Посмотрим. Я именно под вокалами веду. Подготовка к концертам тоже зависит от того, кто организовывает. Больше всего, конечно, мне понравился именно организация Арнау. Дайте вспомнить. Честно, такое размытое, прям очень размытое... По-моему, на студии в Уральске я его впервые видела. Первые его выступления, первые вот именно вживую, я его услышала в Уральске на благотворительном балу. Я на тот момент вообще не представила бы даже, что мы будем с ним дружить. Потому что... Ну, Ерлан на тот момент тоже много с кем работал. С теми людьми, с которыми он сотрудничает, я редко с кем-то. Я могу знать, здороваться. Вот. Но я бы никогда в жизни не подумала, что вот у нас в такую вот семейную дружбу все перерастет. Конечно, как всегда, когда Димаша слышим вживую, естественно, там везде мурашки, все в шоке. Бывает же, когда человек в себе все сочетает, все, что можно. Сказала, да? Круто, клево, вообще автограф не просила. Фотку тоже. Кстати, да, у меня реально, не знаю, не так уж много с ним фотографий. И они такие где-то случайно, где-то там на лифт пошли. Конечно, изменилось впечатление, но изменилось, естественно, в лучшую сторону. Потому что я на тот момент не знала, какой он. То есть он же всегда выглядит таким серьезным тоже, как мой муж. Серьезный такой весь. Интеллигент прям. Большой буквы. Вот. А он очень веселый, добрый. И такой хороший парень, который реально умеет дружить, у которого есть понятия. И естественно, мое представление о нем уже, скажем так, раскрылось, когда я его приезжу узнала. Когда мы начали уже общаться. Прям реально общаться. Не просто там где-то увиделись, поздоровались, пошли дальше. Когда время начали проводить. Там при записи, при репетициях еще где-то. Немножко странное сравнение. Он очень трудолюбивый. Он очень к себе как-то самокритичный. Он очень часто пересматривает все видео, где там что-то он не так сделал, где ему там нужно поработать. Может на движение, может еще над чем-то, да? Вот. В работе, конечно, он очень усердный. Даже не знаю, как это сравнить с Димашем другом. Ну, как-то работа, работа, дружба, дружба и... Ну, начнем с того, что конкретно очень много времени проводит с ним Ярлан. Потому что у меня есть маленький монстрик, с которым я провожу очень много времени. Вообще, с рождением Рамира все изменилось. Ярлан всегда говорит, что нас было двое, мы вместе не спали по ночам там, да? А потом родился Рамир и она бросила меня. Так что теперь их двое. Я появляюсь на студии, когда есть какая-то конкретная цель у меня. То есть не просто так посидеть, поторчать, потрещать, а вот реально поработать. Тогда мы вот пересекаемся. Ну, репетициях мы пересекаемся. В Ярланд с Димашем мы частенько еще дома работаем. Ну, когда они домой приходят, да, там тоже мы достаточно много времени проводим. А что за вопрос был? Работаем. Работаем. Реально, кроме творчества, мы ничем не занимаемся. Если мы приезжаем, у них достаточно мало времени. Из-за этого вот количества времени им нужно сделать там, я не знаю, какую-то колоссальную работу. Поэтому они просто живут либо на студии, либо дома. Они постоянно работают. То есть мы можем максимум сходить перекусить что-то вот вроде этого. Но чаще всего это все, это студия, либо это домашняя студия. И с перерыва вот это вот там работа, работа, работа. У-у-у! Какой вопрос! Ну, возвращаясь к предыдущему вопросу. Опять же. Большую часть времени мы проводим на студии. Либо дома. Либо мы заказываем покушать. Либо мы куда-то ходим. Ну, конечно, там он одевает и капюшон, и очки, и вот эту маску. Но мне кажется, вся вот эта гейпировка, она только привлекает внимание. Не знаю, может только я так думаю или другие тоже так думают. Вот. Но чаще всего мы выходим просто под покровом ночи. Ха-ха-ха-ха-ха. Вот. Ну и ходим, естественно, не просто так, а, давай зайдем там вот сюда. То есть есть несколько конкретных заведений, которые в курсе, и они там и ширмочку могут поставить, и там где-то 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 в кабинку пройти, там, чтобы им не отвлекали. То есть это заведение, где к нему не будут подходить с автографами, с фотографиями, с тем, то есть люди, которые понимают, что он кушать пришел. Не будут говорить, какие, даже не просите. Пускай это останется тайной. Либо, да нет, реально мы больше никуда не ходим. Мы только работаем и едим. Субтитры создавал DimaTorzok И это типа стесняется. И прям, ну, это вообще, я не знаю, ну, как ревновать такое? Это же так круто, когда это, это же прям любовь у них, прям, он с полу ноты его голос узнает, Рамир сождует. Это Димаш? Это Димаш? Это мой Димаш? Ну, конечно, нет. Какая ревность? О чем может идти речь? Это просто вопрос на миллион на сегодняшнее интервью. А у Димаш есть девушка? Вопрос номер один. Просто вообще, мне конкуренция. Ну, еще есть второй. А что любимая еда его? Я всегда отвечаю, что мясо. Я не мечтала вообще даже туда попасть. То есть, если я всю жизнь мечтаю побывать в Америке, да, это реальная моя мечта. Но в Лондон я даже не мечтала реально там оказаться. То есть, ну, я фанатка Гарри Поттера, во-первых. То есть, я фанатка Marvel Studios и DC Comics. То есть, многие фильмы, от которых просто я, ну, фанатею, многое снималось именно там. И для меня, я когда, ну, мы садились уже, я заплакала, правда? Когда мы приземлялись, то есть, для меня это было... Единственное, конечно, то, что мы пробовали всего три дня. Это очень мало. Мы толком не успели ничего посмотреть. Но мы как-то очень быстро все закончили. Где-то, наверное, в восемь. И нас ждал автобус, чтобы отвезти нас обратно в гостиницу. Но я сказала нет. Если я не пойду на станцию, на вокзал Крис-Кросс, на станцию Делики-Четверти, просто у меня другого шанса реально просто не будет. Меня поддержали наша, бак-покальная брашка наша. И мы втроем просто ушли сами по себе, по навигаторам. То есть, ну, в принципе, я и Расул мы говорим на английском. Если что-то спросить, где-то заблудились, там, нам вообще не было страшно. То есть, мы просто взяли и пошли. У меня даже есть в инстаграме видео, как мы искали этот вокзал, как мы искали эту станцию, как мы спрашивали охранника. То есть, у нас реально не получалось прям до туда дойти. Но все-таки мы дошли, нашли. И вообще, я была самый счастливый человек на свете. Вот. Очень жалко, что нам очень мало дали времени. То есть, этот день закончился, мы пришли домой. На следующий день уже был день концерта. И на следующий день мы уже улетали. По-моему, часов 5 вечера. Но, по-моему, с гостиницы мы выехали до 12, что ли. Ну, как-то совсем. У нас было около 2 часов. Мы поехали на ближайшее, там, Тауэр-Стемо. В гостиницу, то есть, Киабаска. И, по-моему, даже мы больше никогда не успели. С нами просто как-то шуткались. Вот. Я очень хотела поехать. Как громко хуйки делают. Спасибо за контакт. Спасибо. Я очень хотела поехать на Гринвич-парк, там, где снимался торт «Царство Тьмы». После хотела поехать и полежать на травке. Но это оказалось достаточно далеко. И еще кое-кто не проснулся вовремя. Как я просто ушел говорю. Вот. Так что мы туда не поехали. Ну, конечно, я под такими впечатлениями прям... Ну, бывает же, с вами происходит то, что вы не планировали, но это что-то очень супер-крутое. То есть вот со мной было именно так. Потому что, ну, ну, не знаю, это... Это же волнутое. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова